МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телевизионная информационная служба Лиманского района приветствует вас в студии Наталья Привалова. В этом выпуске мы расскажем вам о важных событиях в районе и области. 25 объединенных территориальных громад Одесской области получит 96 миллионов гривен государственной субвенции на развитие инфраструктуры. Такое решение принято Кабинетом министров Украины. Госфинансирование будет направлено на повышение качества предоставления услуг, реконструкцию и ремонт улиц и дорог, а также на восстановление социальных объектов и закупку транспортных средств в громадах. Как сообщили в Одесской областной администрации, в нашем регионе произошли заметные сдвиги в реализации реформы децентрализации. Только за последний год было создано 14 ОТГ и реализовано 145 проектов по развитию инфраструктуры. Напомним, ранее в ОГА прошло совещание с представителями громад по использованию инфраструктурной субвенции. Речь шла о подготовке необходимых документов и проектов, которые позволят в полном объеме использовать предусмотренные средства из государственного бюджета. 11 апреля в порту Южной произошло событие, которое вполне можно назвать историческим. Впервые на мощности крупнейшего украинского портового оператора ТИС зашло судно глобального международного перевозчика «Майерск Лайн», который многие годы работал в Одесском морском порту. Контейнеровоз «Майерск Лайпеда» с 8 тысячами Тео на борту пришел линейным сервисом метри компании «Майерск Лайн», проследовав крупнейшие порты Индии, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Египта. Как сообщили в руководстве ТИСа, приход нового сервиса стал результатом двухлетней работы по модернизации контейнерного терминала. В первую очередь речь идет об инвестициях в железнодорожные мощности. Сейчас из терминала ТИСа ходят два регулярных контейнерных поезда в Днепр и Киев. В ближайшее время составы с контейнерами пойдут в направлении Тернополя, Харькова и Винницы. Такие перевозки намного дешевле автомобильных. Кроме этого, железнодорожные поезда позволяют перевозить значительно больше вес контейнеров, не травмируя при этом украинские дороги. По словам генерального директора Трансинвестсервиса Андрея Ставницера, Метри – конкурентный сервис, и у нас с ним связаны большие планы. Также компания ТИС намерена в будущем значительно увеличить объем переваливаемых контейнеров, поэтому в настоящее время ведет переговоры и с другими мировыми контейнерными перевозчиками, чтобы привлечь их к перевалке грузов через терминал в Южном. Решение о создании объединенной территориальной громады принято единогласно на общественных слушаниях, прошедших в селе Визирка. Три сельсовета Лиманского района Любопольский, Визирский и Паршетравневый планируют объединиться в одну громаду с центром в селе Визирка. Подробнее в нашем следующем сюжете. В Визирке состоялись общественные слушания для принятия совместного решения, в каком составе создавать объединенную Визирскую громаду. О том, что будет создаваться Визирская объединенная громада в составе пяти сельсоветов Любопольского, Сычавского, Паршетравневого, Визирского и поселка Новые Беляры, Украина узнала еще три года назад, когда об этом на одном из национальных телеканалов вышел довольно яркий сюжет. Все посмеялись, поблагодарили за бесплатную рекламу и начали объединяться. Ровно до того момента, пока некоторым депутатам из Новых Беляр не пришла идея пересмотреть условия равного объединения в новом территориальном образовании. Встретив искреннее непонимание своих коллег, депутатов и руководителей сельсоветов, они решением сессии поселкового совета остановили объединение, идя против воли изъявления собственных избирателей большинства жителей громады. Дальше последовало решение сессии Сычавского сельсовета, который отложил объединение в Визирскую громаду на год, чтобы еще раз все обдумать. Что во всей этой истории не сходится, это то, что и Визирка, и Сычавка, и Новые Беляры уже десятки лет находятся в большом объединении – это Лиманский район. Будучи и так объединенными, но без особых полномочий, своими действиями, тормозящими реформу децентрализации, они просто препятствуют уходу из Лиманского района большей части финансовых поступлений от предприятий портопромышленной зоны, расположенных на землях Визирки. Это, вероятно, и является основной причиной всех придуманных противостояний. Ведь только транспортный узел ТИС, который работает в Визирском сельсовете, своими отчислениями наполняет более 60% бюджета района. Кажется, могут быть проблемы по объединению сел с небольшим бюджетом, но и богатые села тоже плачут. Правда, недолго, и теперь создают Визирскую объединенную громаду в составе трех сельсоветов – Визирского, Першотравневого и Любопольского. На сегодняшний день, если мы объединяемся в таком складе, Визирка, Першотравневая и Любопольская сельская рада, численность у нас будет складывать 7 422 человека. Доходы на одного жителя будут складывать 18 911 гривен. Загальный бюджет у нас складывается 140 миллионов гривен. Это, я думаю, очень непогано. В новой Визирской объединенной громаде в составе Визирского, Любопольского, Першотравневого сельсоветов центром медицины и образования станет село Першотравневое. Вместе с тем и в Визирке, и в Любополе качество медицинского обслуживания будет улучшено. В планах реконструкция школы в Любополе и строительство там детского сада. Центром спорта и туризма станет Визирка, где планируют построить современный стадион с бассейном. Важно то, что административные услуги одинаково будут предоставляться во всех селах, так что ездить никому никуда не придется. Хотя открытие автобусного сообщения между селами громады также в планах. Завершились общественные слушания жителей Визирки единогласным решением создать объединенную громаду с Любопольским и Першотравневым сельсоветами, центр которого планируется разместить в Визирке. Такое объединение, я вважаю, воно, напевно, дещо склалося, навіть, можливо, и исторично, потому что села Першотравневой сельскою ради, они практически вклинились у территорию Визирской сельскою ради. Я, как житель, звичайно, что моё желание и моё, как говорят, прикладу свой, напевно, какой-то опыт работы для того, чтобы такая громада произошла, потому что уже несколько лет у нас ведутся дискуссии, а все-таки хочется для объединения и для того, чтобы можно было тихо, спокойно, стабильно, планово працювать. Громада состоятельная экономически, целесообразная, юридически правильно, соответствует критериям, ну, то есть выше пяти тысяч человек. Эта громада будет успешной, и она выбрала правильный путь. Где-то в сентябре или в октябре пройдут выборы, и люди изберут достойных людей, которые будут представлять эту громаду и улучшать ситуацию в жизни. В преддверии светлого праздника Пасхи в Доброславе состоялась благотворительная ярмарка, в которой приняли участие школьники Лиманского района. Подробнее об этом событии смотрите в сюжете наших корреспондентов. Пасхальные куличи и крашенки, многообразие кулинарных шедевров, от печенья до тортов, украшения, поделки и многое другое. Но самое главное – все это сделано руками детей для благотворительной ярмарки, которая проходит в Доброславе вот уже третий год подряд. Сегодня уже стало в нашем освятительном таком житте гарной традицией, что на 6-й четверг мы проводим благодейный великодний ярмарок, подчас которого проходит акция с метою поддержки детей нашего района, которые потребуют лечения или реабилитации. Фактически в сегодняшнем заходе взяли участие все школы абсолютно, Заманского района и детские садки. Сегодня деньги собирают, чтобы помочь Дарье Шипицыной и Станиславу Бабичу. Это девочка из Светлого, где произошел несчастный випадок с собаками, а также хлопчик 11-го класса села Фонтанки, который несчастный випадок призывал его до лежка. И сейчас мы еще одну такую новину, что буквально на днях произошла ученица 11-го класса Доброславского НВК в аварии, и поэтому мы на сегодня также будем ей допомогать, хоть трошки детине. Но я думаю, что все-таки главное, чтобы эти дети слышали, что мы поруч с ними, и про них пометают, и вспоминают эти чудовища перед святковыми днами. Школьники, узнав о ярмарке, с радостью согласились принять в ней участие. А почему – ребята рассказали сами. Мы понимаем, что таким шагом мы сможем помочь людям, то есть это добродетельность, и почему бы, собственно, нет. То есть мы хотим сделать какой-то шаг навстречу к людям, которые вознуждаются. Мы приготовили здесь хот-доги, пицца, рулетики, печенька и вот рукоделие наши. Зайчики на магнитиках, ангелочки и печенька. Это тоже очень важно, потому что они пострадали, у них нет кому помочь, и мы, простые люди, тоже должны им помогать как-то. Что приготовили, что поставили на стол? Выпечку, сыр на пасху, ватрушки, кексики, пироги. Ярмарка – это то, что могут сделать дети со своей стороны. Однако и районные власти не остаются в стороне. На сегодняшний день, если взять, то даже из районного бюджета, то есть на последней сессии, были выделены деньги для сельских рад для ликвидации самих этих наслідков, все, что связано с финансами. Сегодня мы поддерживаем те заходы, которые уменьшили беспритульность бродячих тварин на территории нашего района. И я думаю, что вместе с сельскими радами мы все-таки сделаем свой несок для того, чтобы таких прикрещений, таких хвороб у нас не было. Помимо ярмарки, для присутствующих был организован концерт, на котором выступали творческие коллективы Лиманского района. Наш выпуск завершен. Телевизионная информационная служба Лиманского района желает мира, здоровья и успехов в делах. С вами Наталья Привалова и я прощаюсь. До следующих встреч на этом канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова